Приветствую тебя, зритель! Меня зовут Деквин, и я предлагаю твоему вниманию третью часть истории Федерации Галенты, в которой будет рассказано о дальнейшем ходе и последующем завершении Галента-Калдарской войны. Трагедия Юэра Муна выявила слабые стороны руководства Федерации. Дезертирство, и без того значительное, приобрело еще большие масштабы. Протесты вспыхивали каждый день, не встречая сопротивления со стороны правоохранительных органов. Несколько штатов, входящих в состав Федерации, выставили против ультраправа правительства свои вооруженные отряды. Возник раскол Федерации, противостояние которое завершилось, когда президент Дювальер признал поражение и отменил военное положение. Сразу же после этого Сенат вынес вотум недоверия президенту, и против него выступили даже ультраправые сенаторы. Дювальер был вынужден уйти в отставку. После трагедии Юэра Муна, Галенты поняли, что может быть отмена основных свобод – это не способ разрешить кризис, который, в общем-то, начался с того, что людям как раз не давали достаточно свободы. Новый президент Джен Йона несла значительные изменения в Конституцию, что привело к созданию той самой системы власти из трех ветвей. Кроме того, до июля столица была перенесена из Галенты Прайм в Велоре. Президент Йона позаботилась о восстановлении верховенства законов Федерации и, по сути, сделала все возможное, чтобы навести порядок в том, что натворили ультраправые. Перед новым президентом стояло несколько проблем. Калдари Прайм, хотя и обезлюдила, все еще имела экономическое и символическое значение для Федерации. Несколько миллионов Галенты все еще жили на планете, и некоторые Калдари отказались эвакуироваться. Таким образом, правительству не было другого выбора, кроме как вкладывать деньги в восстановление планеты. Во-вторых, бомбардировка Калдари Прайм по приказу ультраправого режима стала рассматриваться как попытка геноцида. Люк Дю Вайлеры и большая часть руководства были арестованы и преданы суду за военные преступления. Хотя они категорически отрицали обвинения в геноциде, большинство из них, включая самого Дю Вайлера, были признаны виновными. Многие были заключены в тюрьму на всю жизнь, а Дю Вайлер был сослан и умер в безвестности. Контакты с Амарской империей Вскоре после этого, в 23180 году, Галенты впервые вступили в контакт с Амарами. В определенном смысле это был культурный шок. Федерация с момента своего основания считала себя великим союзом всего человечества, который мирно объединил всех людей, распространив демократию и свободную торговлю по кластеру. Федерация была потрясена, обнаружив другую цивилизацию, сравнимую по размеру и уровню технологий с их собственными. Еще более тревожным был факт того, что Амары практиковали варварские с точки зрения Галенты традиции рабства. В результате, несмотря на почти диаметральную культурную противоположность, обе стороны заключили рамочные договоры, которые должны были упорядочить эти сложные отношения. Первым было Галентамарское соглашение о свободной торговле, подписанное в 23210 году. Несмотря на название, в котором упоминалась свобода, договор носил ограничительный характер, призванный успокоить обе стороны. Продолжение Калдарско-Галентской войны Война Калдария за независимость продолжалась. Несмотря на то, что падение Юрамуна ослабило позиции Федерации, мирное соглашение так и не было найдено. Галенты были слишком уязвлены падением, чтобы вот так просто взять и забыть. Теперь, когда Калдария обосновались в собственном пространстве, война снова зашла в тупик, и ни одна из сторон не получила постоянного преимущества. Галентский флот состоял из больших громоздких кораблей, поэтому Калдария создали флот из одноместных истребителей. Истребители наносили большой урон галентским кораблям, поэтому Галенты разработали первую линейку дронов и лидируют в этой технологической сфере по сей день. В ответ на это, Калдария заново изобрели колесо, использовав идею фрегата в качестве противодроновых платформ. Однако, разработка галентами боевого дрона коренным образом изменила ход боевых действий. Первоначально это были беспилотные летательные аппараты, по сути бесконтактные мины с ограниченными возможностями передвижения. Но вскоре они достигли уровня, когда один беспилотник мог почти сравниться по возможностям с истребителем. Важно отметить, что поскольку они были намного дешевле в производстве и не требовали пилотов, дроны быстро изменили ситуацию в пользу Галенты. Помощь минматарам Бедственное положение минматар, порабощенных омарами, вызывало гнев граждан по всей федерации. Однако, несмотря на неоднократные призывы к военному вмешательству, правительство федерации знало, что не может рисковать открытой конфронтации. Армия империи была примерно равной силы, причем в то время омары ни с кем не воевали, в отличие от федерации. Это не помешало отдельным фракциям внутри самой федерации тайно поддерживать минматарских повстанцев. Да выходили слухи, что самоправительство федерации поставляло им вооружение. Битва при Лиен-Урста Хотя война зашла в тупик, в 23224 году фрегаты Галдари внезапно стали гораздо более опасными и маневрами. Вскоре выяснилось, что Джовианя, несмотря на тесное сотрудничество с федерацией, предоставили Галдари технологию гидростатической капсулы, которая позволила им сократить необходимость во всех членах экипажа, кроме одного пилота. Хотя технология была экспериментальной и очень опасной, те немногие избранные, кто смог ее использовать, стали непревзойденными в бою пилотами, и эти элитные подразделения смогли отбросить федерацию. Наконец, обе стороны начали собирать силы для массированного наступления. По разным причинам обе стороны сошли в системе Лиен-Урста. Уверенные в своей победе, они бросили на фронт большую часть своих сил. В результате произошло второе повеличение сражений в истории Нового Эдема, уступающие только битве при Вакатиоте в Амаро-Джовианской войне. Бой бушевал почти 15 часов. В результате обе стороны смогли заявить, что они каким-то образом победили. Галенты удерживали систему, но Галдари потеряли меньше кораблей. В конце концов, флот Калдари был вынужден покинуть поле боя, что позволило федерации заявить о своей победе, несмотря на гораздо большие потери. Расширение контактов и проблемы Монаро. При всем этом нельзя сказать, что война поглотила все внимание федерации. Ближе к середине исследовательское судно Монаров наткнулось на цивилизацию Джин Мэй. Культура Джин Мэй отличалась от других, которые они видели до сих пор. Несмотря на то, что они были относительно продвинутыми до такой степени, что могли производить военные космические корабли, Джин Мэй поддерживали строго регламентированное кастовое общество. Несмотря на то, что федерация требовала, чтобы все миры и члены имели систему управления основной демократией, Джин Мэй в конечном итоге разрешили присоединиться к федерации. Однако Монаров занимали и другие проблемы. В течение нескольких месяцев экосистема Монара-8 рухнула в результате вымирания критического для биосферы насекомого. Хотя тысячи ученых бросились на помощь биосфере Монара, они не смогли спасти мир, и поверхность быстро стала непригодной для жизни. Население было эвакуировано в мегаздания, представлявшие собой замкнутые экологические системы, или вовсе в другие миры. Не ясно, что вызвало болезнь, уничтожившую насекомые, но ясно то, что последствия были двояки. Основное национальное государство Монаров обвинили Калдарьев в катастрофе, что привело к тому, что масса добровольцев Монаров записалась во флот федерации. Завершение Галента-Калдарской войны По мере того, как длилась война, а длилась она около ста лет, все больше и больше людей требовали мира. Изначально федерация была создана для того, чтобы позволить всему человечеству цивилизованно развиваться, и если федерация не справилась с этой задачей, может быть, стоит создать организацию, которая справится. Лидером движения за создание такой структуры был молодой сенатор по имени Айдони Салабон. Плодом его усилий стал Конкорд, и ему каким-то образом удалось убедить все остальные государства Нового Эдема присоединиться к этому проекту. И с тех пор капсулеры и пираты за ним числом поклинают его имя. Благодаря своей важной роли в основании Конкорда, Айдони Салабон стал президентом федерации. Продолжая свою роль миротворца, он немедленно приказал флоту федерации отступить с фронта на оборонительные позиции. Он также отозвал все силы, которые оккупировали пространство, принадлежащее Калдаре, за исключением самого Калдаре Прайм, и использовал их для того, чтобы очистить пространство федерации от всего влияния Калдаре. В то время как группы влияния в исполнительной власти были готовы к переговорам, некоторые фракции в Сенате выступали против мира. Лабон покинул свой пост в 2006 году по йольскому летоисчислению и в следующем году умер от недиагностированного аутоиммунного заболевания, оставив след в истории как миротворец-гуманист. В его завещании говорил, что ему что будет передано фонду, посвященному признанию тех, кто пошел по его стопам. В 2012 году по йольскому летоисчислению Конкорд решил проверить свой мандат в качестве миротворца и вмешался в конфликт. К этому моменту сражения свелись к редким пограничным стычкам, когда ни одна из сторон не предпринимала серьезных усилий для захвата территорий или эскалации войны. Переговоры состоялись в пограничной системе Эдрижевы и продолжались 6 месяцев. Федерация согласилась признать государство Калдаре суверенным образованием со всеми его территориальными претензиями. И единственным исключением был Калдаре Прайм, которая была предметом разногласий на переговор. В конце концов, Калдаре согласились на передачу планеты Федерации, посчитав прекращение войны и открытие торговли с Галенте более выгодным, чем возвращение их родного мира. Второй Ренессанс. Жестокие конфликты, которые произошли в системе Луминера в результате отделения Калдаре, породили недоверие к межзвездному правительству среди этнических Галент. Большое количество этнических Галенты начали мигрировать из главной системы, чтобы поселиться в других местах и либо формируя свои собственные политические автономные образования в качестве новых членов Федерации, ну или перемещаясь в полностью независимые области космоса, такие как тот регион, что в последствии станет селитюдом. Контакт с Амарской империей в 23180 году оказал заметное влияние на Галенте и на остальную часть Федерации. Изначально Галенты считали Амар любопытными существами, воспринимая их империю как анахронизм, теократическая монархия, шутка ли сказать. Однако тот факт, что она расширилась, стала намного больше, чем Федерация, и осталась культурно-однородной, сбивал с толку. Долгое время Галенты считали Федерацию и единственным логическим межзвездным развитием человеческой цивилизации, основанным на пострасовых и постнациональных принципах. То, что империя Амар выглядела как единая планетарная нация, оставило неизгладимый след культуре Галенты. В отпят на то, что было воспринято как открытие старомодной империи, Галенты оглянулись на свою собственную историю, особенно ту, которая возникла на континенте Гарун. Старые культуры были возрождены и обновлены для современной эпохи. Королеи Рувы Нора снова стали популярными, как и многие модные и эстетические привычки того периода. Эта привычка оглядываться назад на историю Гарунов, далеко минувавшую расцвет, останется в голенинской культуре на будущее, а дизайн супер-авианосца класса Никс станет заметным продуктом этого тренда. Все это будет известно в голенинской истории, как их второе возрождение. Вперед к звездам. По мере расширения Федерации, в последующие десятилетия влияние Галенты Прайм начало ослабевать. Планета стала космополитическим миром множества различных этнических групп, и таким образом федеральная представительство стало учитывать интересы неэтнических Галентов. Более того, по мере того, как Федерация увеличилась в размерах и численности населения, общий уровень представительства и положение родного мира Галенты в политическом плане начали снижаться, поскольку люди теперь были распределены по бесчисленному количеству разных планет. Галенты больше не могли считаться единым целым, как это было в первые годы существования Федерации. Многие миры стали конкурировать с Галентей по численности населения, и в результате они стали ключевыми политическими игроками. Проникновение Интаки правительства также значительно изменило баланс интересов в пользу Луминера. Массовая миграция Минматар после восстания, которую решили не селиться в республике, только ускорила этот процесс, а Галенты, сталкивающиеся с племенной культурой, еще больше подчеркнули влияние неоклассицизма Второго Водрождения. Сегодня интересы этнических Галенты не только распределены по огромному пространству Федерации, но также включают интересы и стремления многих других рас, живущих рядом с ними. На этом я завершаю рассказ об истории Федерации Галенты, и в следующих выпусках будет рассказано о Калдаре и Минматаре, ну а также о Джави. Так что оставайтесь на линии, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание, с вами был Деквин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok